Какое наибольшее число острых углов может быть в выпуклом 4-угольнике, в выпуклом 5-угольнике и, наконец, в выпуклом 100-угольнике? Что такое острый угол? Это угол, который меньше 90 градусов. То есть два таких угла вместе дают меньше, чем 180, меньше, чем развернутый угол. Ну, конечно, думайте. Например, можете ли вы мне нарисовать картинку, когда вообще нет острых углов? Да, квадрат. Квадрат, конечно. Ну и треугольник, да. Вообще нет ни одного острого угла, совершенно верно. Значит, ноль острых углов бывает. Так, один острый. Что для этого нужно сделать? Просто, знаете, чуть-чуть подвинуть в вершину квадрата. Вы взяли квадрат, я рисую сначала квадрат, но не до конца. А вот здесь надо было остановиться, а я еще и продаю. Понятно, что у него вот этот угол духой, этот прямой, этот прямой, а этот какой? Остый. А этот толстый. Все, один острый угол бывает. Хорошо, а два? Два бывает. Что для этого можно сделать с этой картинки? Два угла второго. Внизу вот так сделать, согласны? Да. Вполне себе тоже картинка. Вот вам два угла острых. Так, а три? Три можно. Не выпукнуть четырехугольник. Нет, что такое просто в треугольнике? У нас должен быть четырехугольник. Не выпукнуть четырехугольник. Нет, задача сразу выпукнуть. Тогда не бывает. Тогда не бывает. А вы рисуете. Ага. И вы думаете, что эти углы можно сделать острыми. Так? Вот эти вот три. Да. Вообще-то да. Давайте я объясню всем, почему. Мы можем взять равносторонний треугольник с углами 60-60-60. И взять точечку здесь близко. Тогда у нас два угла что сделают? Увеличится. Вот эти вот два угла стали чуть больше, чем 60. А этот остался 60. Отлично. Мы все правильно нарисовали. Значит, три бывает. А четыре? Нет. Четыре не бывает. Потому что сумма углов 360, а если четыре острых, то тогда меньше, ну, если два острых меньше, то осталось вместе, и четыре острых меньше, то 360. Абсолютно три. Сумма углов любого четырехугольника. Давайте вспомним. Вот если у нас есть абсолютно любой четырехугольник, даже не важно, три угла, не выгодные, у нас задача выгодные. То можно разрезать на два треугольника. Здесь сумма углов 180 градусов. И здесь сумма углов 180 градусов. То есть всего 360. А если четыре угла и все острые, то смотрите, какая забавная вещь получается. Что сумма углов это 360, а четыре раза по 90 это как раз и есть 360. А у нас сумма угла должна быть меньше, чем 90. Значит, у нас просто не набирается нужная сумма углов. Согласны? Отлично. Теперь давайте наши ответы как-то записывать. А записывать очень просто. Здесь будет число углов или число сторон. Я напишу, да? Это число сторон. А здесь максимальное количество острых углов. Для трех три. Для четырех сколько? Три. Тоже три. Ну вот, ребята, дальше, 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 дальше с вас. Давайте опять будет та же система. Вы, во-первых, должны нарисовать, чтобы было много острых углов. А во-вторых, объяснить, что больше не бывает. Вот для пятиугольников. Можете вы нарисовать пятиугольник, у которого много острых углов? И много это сколько? Это острых углов, безусловно. Это острых углов тоже, да? Второй. А-а-а-а, все получилось. Нельзя. Вы не имеете права рисовать невыкутную фигуру. Хорошо. Кто нарисовал три? То есть рекорд не получился. Кто умел нарисовать три? Два это все-таки слишком мало. Все понимают, что два легко? Да. Просто вот он начал рисовать, но не обязательно, чтобы было вниз заходить. Можно было просто, нам сказать, пятиугольник нужно. Можно было просто взять и нарисовать вот так вот, да? Кобик какой. Раз, два. Ой, нет. Повыше надо, чтобы он был острый. Здесь, конечно, почти, поэтому надо вот так. Вот какая-то такая картинка. Попытайтесь получить картинку пятиугольника с тремя острыми углами из картинки четырехугольника с тремя острыми углами. Добавим вершину одной из сторон. Добавим вершину около одной из сторон. Близко-близко. Взять правильный треугольник. Но три вершины равностороннего треугольника. Ставим точки вершины равностороннего треугольника. Ставим точки, чтобы они были плести экстремально. Вот получились три острых угла. Это легко. Между прочим, понятно, что здесь можно было поставить не две вершины, а сколько хочешь. Поэтому для любого количества вершин, большего трех, бывает, что острых углов три. А вот тебе интересный вопрос. А четыре острых угла? Почему не бывает? Если 540, то есть сумма всех углов, эти угольники обнять, даже самый большой острый угол, то есть 89 градусов умножить на 400. Ясно. Вот это, конечно, ошибка. 89 – это не самый большой острый. Бывает и 89, и 99, и так далее. Угол меньше, чем 90 градусов, может быть, сколько он близок к 90. Правда, что меньше. Да, да, и что? А если умножить на 4, то есть получится последний угол, то тогда получится 184. Да не бывает 184. Я уже объяснил только что. Ну, вот поэтому и так было. Ты не понял. Угол не обязательно – это целое число градусов. Между прочим, астрономии не просто для, что называется, шуток, а действительно измеряют углы. Знаете, это что такое минута угловая? Все помнят? Да. Это что такое? Одна сотая. Неверно. Не одна сотая. Одна шестидесятая часть чего? Одного градуса. Одного градуса. Отлично. А секунда что такое? Шестидесятая часть минуты. Одна шестидесятая минуты. Отлично. А кто знает, что такое парсек? that's the end. Это так называемая астрономическая единица, расстояние между Землей и Солнцем. Действительно есть такой удобный способ измерять расстояние в Солнечной системе, что называется приспосабливая их к нашему. Но это совсем не парсек. Парсеками гораздо, гораздо, гораздо. Ребята, есть такое понятие параллакс. Это вот какая забавная вещь. Когда у вас Земля движется в Солнце, и здесь есть орбита Земли. Так условно рисую. Так вот, сама она почти круговая, но не сильно отличается от круга. Так вот, есть, представьте себе, два противоположных положения Земли. Вы понимаете, что когда вы берете какую-то далекую звезду, в принципе, это какой-то угол. Согласны? Замечательно. Так вот, если вот этот угол, это одна угловая секунда, угловая секунда, это одна 3600 часть градусов. Вы понимаете, насколько это маленькая личность? Так вот, если вот этот угол, это одна угловая секунда, то вот это расстояние как раз и называется парсеком. Его можно посчитать, это по разным формам, потому что мы же знаем расстояние вот здесь. Так вот, парсек – это сокращение. Вот параллакс, вот этот угол называется параллакс. Параллакс – секунда. Вот, ребята, в астрономии измеряют углы гораздо меньше, чем одна секунда. И смотрят на звезды, которые длины от нас гораздо дальше, чем на один парсек. Поэтому ваши мысли, что не бывает угла более большего, чем 89 градусов, они совершенно наивны. На самом деле, даже на Земле один градус – это очень-очень-очень немало. Под каким углом с Земли видно Солнце? Помните или нет? На Солнце. Луна и Солнце примерно одинаково занимают на небе. Итак, какая же намечена? Блин, галлакс. Нет? Никаких пяти градусов там. Даже не один градус, а примерно половина градусов. Это угол, под которым с Земли видно Солнце или Луна. Так что даже в нашей бытовой жизни бывают углы в половину градусов. Бывает ли у пятиугольника четыре острых угла? Угл и углов пятиугольника. Подсказка. Надо перечитать предыдущие задачи. В книжке идет некая тема. Вообще, правильно написанные математические книжки всегда легче читать целиком, чем по одной задаче. На самом деле, надо доказать, что не бывает четыре или больше острых углов. На самом деле, ответ – максимальное количество острых углов – три. Вне зависимости от количества першириковых клубов угольников. Надо понять, почему. Почему у пятиугольника не бывает четыре острых угла? Да рисовать ничего не надо. Проблема не рисования. У угольников на максимум градусов – это 360. А если взять больше… Не больно, а уже такой максимум градус. Максимум, а… У пятиугольника сумма углов сколько? У пятиугольника не 360. 540. 5-ти угольник из трех треугольников. В каждом 180 вместе 540. Дальше. Если взять четыре острых угла, то это правило? У них сумма будет меньше, чем 360. И на оставшийся пятый угол выпадет… Кто умеет считать? 540 минус 360. 180. Нужно так же считать, да? 360 – это 2, это 180, а 540 – это 180. Вот, на оставшийся пятый угол выпадет больше, чем 180. 180. Отлично. А до шестиугольника сможете? Не сможете. А кто сможет? Кто сможет? Только на два выпадет 360. Кто не боится в этих доски объяснить до шестиугольника. А потом, может быть, и для этого угольника. Только что объяснил нам про сумму углов в пятиугольнике, что это 540. Если там будет четыре острых угла, то просто не заберем общую сумму. То есть, я сюда уже пишу трое. У шестиугольника, у него сумма градусов равняется с 720. Тысячу градусов. Сумма величин углов. Сумма величин углов равняется с 720 градусов. Да. И если у него будет больше двух острых углов, тогда это не будет равняться с суммой величин углов с 720 градусов. У него может быть больше двух острых углов. Рядом с вами картинка я могу нарисовать, сюда поставить точку. Спокойно. Сюда поставил точку и все. Почему нет? Почему не бывает четырех острых углов? Потому что тогда у него сумма углов будет равняться с 720. Почему? А будет меньше. Почему? Ребята, это очень важная вещь. Доказательство никогда не должно состоять в повторении того, что вам нужно доказать. Вы понимаете, что вы хотите, чтобы сумма углов была бы меньше, чем 720. Замечательно. Но нужно привести какие-то аргументы, а не просто так сказать, что... Почему в таком случае сумма величин углов будет меньше 720 градусов? Потому что углов уже не острых, он будет иметь... его величина будет меньше. Той, которая была... Что, если садится? Это могу говорить? Проект решения уже сказано. Объясните, почему у шестиугольника, если у него четыре острых угла, если он выпуклый, то сумма всех будет меньше, чем 720 градусов. Так объясните, линейка вам не нужна абсолютно. То есть можно, конечно, не линейкой, но вообще просто какой-то садится гораздо быстрее. Если мы возьмем четыре угла острых, то, соответственно, эти углы должны быть меньше, чем 90 градусов. Каждый из них меньше, чем 90. А если мы возьмем даже, допустим, чтобы каждый угол был из них 90 градусов, то в сумме мы получим сумму углов 540. Это уже меньше, чем 570. Почему 570? Не понимаю. Если мы возьмем все углы, то, допустим, в основной картинке и все углы в них будут прямые. Они все будут равны, чем 90 градусов. Почему все? Мы, смотрите, мы доказываем, что не бывает четырех острых углов. А вы говорите, возьму, чтобы все углы были прямыми. Не понимаю. Если мы возьмем, что четыре угла будут равны 90 градусов, то получится, что это... Запутались на пустом месте абсолютно. Все легко. Если мы возьмем, что четыре угла острых, то в сумме четыре угла улучает 360. А на самом деле это меньше, чем 360, потому что острые. Дальше. Всего у нас получается 720. И на оставшийся угол остается 360. Не оставшийся угол, а оставшиеся два угла. Оставшиеся два угла остается по 360. И как это по 360? Нет, по 180. И что? Веринарные разные бывают. Как это сказать строго? Ребята, строго это сказать очень просто. Выпишем оценку на сумму углов. Пишите, пожалуйста. Четыре умножить на 90 градусов. Плюс два умножить на 180. Опять-таки грамм. Посчитайте, пожалуйста, почему это равно. Тут очень важная вещь. Вам не обязательно умножать. Вы могли наоборот 180 вынести. Это будет сколько раз 180? Четыре за девяносто это два раза 180. Да. Да еще два раза 180 будет всего сколько? Четыре. Лишь в равно 4 умножить на 180. Заметьте, ребята. Это оценка сверху. То есть сумма величин углов шестиугольника, у которого четыре острых угла, а остальные меньше чем 180. Потому что он будет в углу. Меньше чем четыре раза 180. А почему это противоречие? Потому что четыре раза по 180 это в точности сумма величин углов шестиугольника. Потому что шестиугольник выплынет легко разрезать на четыре треугольника. Понятно? Так, ребята, я пишу вот сюда тройку. Я пишу сюда тройку. Так, дальше. Или мы опять будем учиться отдельно с семеркой, а потом с восьмеркой, и у нас никакое занятие не закончится. Или же кто-то поймет, как это в общем случае вырезать. Для n-угольника. Есть выгулый n-угольник, у которого четыре или больше воздуха углов. Объясните, почему на самом деле такого не бывает. Ровно такая же штука. Только не для числа шесть, не для числа пять, а для произвольного числа n. Как будут выигрывать числения? Они знают формулу для суммы углов. Мы ее учили. Мы на прошлом занятии резали n-угольник на n-2 треугольник. Объясняли, что в каждом из них сумма 180. Проблема в таком поле, они не знают, что такое доказательство. Проблема в том, что они в принципе не умеют рассуждать латическое и математическое. Это гораздо более серьезная проблема, чем узнание какой-то одной формы. В общем, ребята, это же одна из важнейших функций в логах математики. Научить людей размышлять, научить отставить свою точку зрения. Вот почему стараются, чтобы было поменьше в математике, поменьше, 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 как-нибудь заменить их на что-нибудь. Именно поэтому. Потому что как только человек понимает, что такое логические рассуждения, как только человек начинает думать своей головой, так уже очень многие вещи ему сразу... Ну, отношение к окружающему миру просто меняется. Кто не побоится выйти, написать оценку. Для произвольного числа есть. Предположим, что в выпуклом М-угольнике четыре или больше острых угла. Тогда сумма углов... Оставшиеся углы у него меньше 180 градусов. Да, совершенно верно. И что? И как писать формулу? Итак, есть четыре острых угла. То есть каждый меньше 90 градусов. И сколько еще остальных углов, если всего их М? М-4. М-4. Четыре острых, то есть меньше, чем 90. И М-4 остальных. А каждый из остальных углов меньше чего? В 180. В 180. В 180. Это оценка сверху на сумму четырех острых углов. Дальше. М-4. 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 Давай, давай. М-4. Равно. 180 градусов. 180 градусов. Выносим за сколько? Умейте делать? 180 градусов. Умножить градусов. На что умножить? 2. Молодец. Потому что 4 по 90 это то же самое, что 2 раз в 180. Плюс? Плюс. Плюс. Н-4. Отлично. Равно. И можно ли как упростить выражение? 2 плюс Н минус 4. Почему это решение задачи? Потому что сумма величин углов это как раз и есть 180 умножить на n-2. Так? А вы только что объяснили, что она меньше, чем эта величина. А на самом деле она равна этой величине. У этой задачи есть и более понятное решение. Для того, чтобы его вам объяснить, давайте я напомню утверждение, которое в прошлый раз у нас с вами звучало. Вот представьте себе, что этот угол альфа, вот этот угол у меня будет бета, вот этот угол будет гамма, а вот этот дельта. Кто-нибудь помнит, как называются эти углы? Внешние. Внешние. Совершенно верно. Внешние углы. Кто помнит теорему о сумме углов? 360. Правильно. Сумма внешних углов любого выпуткового многоугольника 360 градусов. Давайте я напомню эту картинку. Когда у нас есть совершенно любой выпутковый многоугольник, помните, мы брали ручку и выкрутили. Помните? Вот так. Таким образом она сделала пол Yas Gold post. 360 градусов. Договорились? Ну, теперь подумайте, почему выступает четыре острых угла? То есть как это вывести сразу из теоремы о сумме внешних углов? Если все углы, каком-то н-угольнике, все острые, но не все а четыре острых, иногда вы четыре тупых. Не четыре тупых, а четыре внешних углы. А что? А четыре внешних тупых – это больше чем 180. Это больше чем 180. Это, конечно, больше чем 180, но это не то, что вам нужно. 360. Это больше чем 360. Каждый из четырех углов, если внешние углы тупые, дает больше чем 90 градусов. Четыре умножить на 90 – это 360. Да. И получится, что сумма внешних углов что? 360. Больше чем 360. Идею поняли? С внешними углами, заметьте, даже проще. Когда писали про сумму тока, приходилось что-то думать, писать эту формулу.